Друзья, предвыборная гонка набирает свои обороты, и многие кандидаты в депутаты, переживая за свой мандат время от времени, устраивают аттракционной невиданной щедрости. Мы решили сделать такой себе хит-парад и понять, для кого любовь украинцев стоит как килограмм гречки, а для кого и больше. Итак, на пятом месте нашего хит-парада кандидат в депутаты Верховной Рады Украины Ирина Бережная со своим сухпайком. Для тех, кто еще не успел перевести свой взгляд, сухпайок справа. Четвертое место нашего хит-парада занимает Сергей Кивалов и его благотворительная акция по раздаче очков пенсионерам. Видимо, Сергей Васильевич, раздавая очки одесситам, хотел, чтобы они как-то по-другому посмотрели в бюллетене. В бюллетене для голосования, чтобы уж точно не промазали и поставили галочку напротив того, кого нужно. Третье место нашего хит-парада. Его занимает харьковский благодетель Александр Фельдман со своей подкупающей любовь харьковчан тысячей. Сколько вы получили материальной помощи? Движекю времени. Но не только за это кандидат в народные депутаты от регионов оказался в нашем хит-параде. Дело в том, что, как выяснилось, Александр Фельдман и Ирина Бережная делают покупки в одном и том же магазине. Тот же крепкий чай. Масло, сгущенка, сахар. Только знаете, в чем различие между Ириной и Александром? Нет? А я знаю. Александр берет всех избирателей своей тысячей, а Ирина душой. На втором месте нашего хит-парада оказался экс-заместитель Леонида Черновецкого Олесь Довгий. Олесь Станиславович осыпал весь Днепровский район города Киева тонометрами для измерения давления. Видимо, господин Довгий делает такие подарки неспроста. Наверняка он понимает, что ожидает людей после его прихода к власти. И что аппараты для измерения давления еще понадобятся жителям Днепровского района Киева. Также в этом районе, как грибы после дождя, выросли детские площадки с пометкой от Олесия Довгова. По этому поводу на УП приходит новая версия старой поговорки. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы родители голосовали за Олеся. Ну, как бы там ни было, Олес Довгий второе место в нашем хит-параде. Итак, мы подошли к первому месту. То, что вы сейчас услышите, вообще не налазит ни на какую голову. В Одесской области проходят гинекологические осмотры при поддержке партии регионов. Я не шучу, смотрите сами. Да, друзья, оказывается, бывает и такое. Я уже даже лозунг для регионалов придумал. Партия регионов Верховную Раду любыми путями.